Рыв четвертая. Мы уже видели, как Рыв взяла инициативу и подошла к ВОЗу и приглашала ему взять ей жену. Но ВОЗ, хотя, кажется, для меня это был любовь на первый взгляд, когда они встретились там в поле в первый раз, для него очень привлекательно, что она хотела участвовать в Израилье и приняла Бога Израильева как ее Бог. Это для него очень привлекательно. Но он не сразу, просто взял ей. Он как-то держался. И здесь мы читаем в четвертом главе, как он как-то все это сделал по-нормальному, как он все это сделал корректно, свидетелями и публично перед всем. И я думаю, что у нас есть здесь ободрение о том, что брак должен по-серьезному относиться к этому. Мы не просто начинаем как-то жить с друг другом, и если получится, то получится, если нет, то нет, как-то все временное. Должен быть более серьезный подход к этому, так как здесь, видите, как он все это сделал, взял свидетелей и объяснил всем, чтобы это все понятно делал перед всем. Но я объяснил, что в законе Моисеева был такой ситуацией, где если мужчина умер без детей, то его самый ближайший родственник должен жениться на его вдова и пробовать иметь детей на его память, чтобы его имя продолжалось в Израиле. Ну, это, конечно, ввел бы к многоженству, потому что большинство мужчин, конечно, уже женат. Многоженство Бог принял в Великом Завете. Итак, здесь у нас есть пример, где две принципы, кажется, как-то немножко противоречат друг другу. Хотя оба принципы правы, и оба принципы от Бога. То есть первый принцип, который мы видим в быте, что Бог создал один человек, один мужчина и одна женщина. Он не сделал так, чтобы есть, допустим, десять женщин за каждый один мужчина. Это понятно, что нет. Но есть вот этот принцип. По-другому, есть и тот же принцип о том, что Бог хотел, чтобы если кто умер без плода, без детей, Он хотел, чтобы это все не закончилось для тот человека. Он хочет, чтобы он хотел, чтобы самый близкий родственник взял бы эту вдову и имел бы детей от нее. И опять, зачем Бог так делает? Зачем Бог не дал нам, допустим, десять или двадцать, очень четко, ясно, в принципе, и сказал, ну вот, живите согласно по этому закону. Он дал нам Библию. И Библию довольно большая книга. Здесь у нас есть всякие истории и так далее. То есть Бог хочет, чтобы у нас было бы живое с Ним отношение, чтобы мы даже боролся бы с Ним, и чтобы мы не просто взяли бы эти десять пунктов, скажем, и как-то пробовали, поскольку мы сможем быть послушны этих моментов. Он поищет живое, обоюдное, двухсторонное отношение с нами. Поэтому Он дал нам столько историй, столько Библии, которые мы сможем тоже бороться, понять. Мы сможем и так понять, и так понять. Не в том, что для Бога это ни при чем. А почему? Потому что Он хочет, чтобы мы подумаем, чтобы мы будем читать Его слов и это воспринимать по-серьезному. И даже бороться, чтобы это понять. Людей иногда жаловать, но зачем Библии сложно читать и сложно понять. Но это не из-за того, что Бог просто хочет быть как-то сложно для нас. Нет. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы и у нас было бы реальное, настоящее с Ним отношение. И поэтому я предлагаю, что Он так, таком образом действовал с нами. И дал нам Его слов таком образом. Итак, в УОЗ, получается, не был самый близкий родственник. К этому Руф, или Ноймен, или Элимелех. Был еще родственник, который как-то ближе. И поэтому Он правильно сделал. Он предлагал сперва тот человеку возможность жениться за ту девочку. А тот человек отказался. И он дал в шестом стихе его причину. Сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Он мог, конечно, принять ее, но он не хотел. Почему не хотел? Потому что он сказал, чтобы не расстроить своего удела. Помните, в 2 главу, в 3 стихе мы читали, что случилось, что она работала, в них работала та часть поля, которая принадлежала УОЗу. То есть это не так, что было поле, которое принадлежало УОЗу, другое поле, которое принадлежало другому человеку. У них были только частей поля. Тот часть поля – это моё, тот часть поля – это твоё, и так далее. Получилось тогда, что, конечно, много поля, а в каждом поле у меня были какие-то полосы. Полосы в этом поле, которые принадлежали ко мне. Был полос в другом поле, который моё, и так далее. Но это, конечно, жалко, что так. Того у нас нужно, так, ну, земногазейство, ну, делать, если в земле, так распространён. И почему случилось так? Потому что, когда человек умер, он дал своё удело, сыновьям, или дети его, и опять, его, ну, земля, его удело, как-то опять, разделился. И в следующем поколении то же самое. Когда эти дети умерли опять, потому что у них много детей, ну, как закон, вот, опять разделились удело. Побольше. И поэтому случилось так, что, ну, сложно делать. И удело как-то испортилось из-за этого. Поэтому тот родственник, в принципе, имел в виду, у меня есть уже мои дети. Я не хочу иметь ещё детей. Тем более, вот этого, ну, язычников, вот, ну, битянка, вот, не совсем то. Я не хочу иметь ещё детей. Потому что это, получилось бы так, что расстроит, или портится, моего удела. То есть, это уже распространялся, ну, между моими сыновьям. И если ещё будет, ну, пара сыновья, это не дело. Я не хочу. Интересно, что в этом главе мы не воспричаем его имя. Это как-то специально он явится без имени. Мы не знаем, как его зовут. И он переживал, вот, что будет в следующем поколении. И после этого, дальше. И поэтому он отказался. ВОЗ об этом не переживал. Иметь ещё детей, и в этом плане расстроить дальше своего удела, для него это не столь важно. более важно для него иметь детей. И поэтому тот глава закончилась так, что у нас есть дальше его родословие, что из-за этого у него был через рух сын Аувид, и он стал отец Есея, отца Давидова. И читая в основе Иисуса от Матфея первую главу, мы читаем, что према закончилась во Христе, в Иисусе. То есть ВОЗ стал какой-то отец Иисуса. Из-за того, что он не переживал с тем важным о том, что ну ладно, я буду немножко расследить дальше моим делом. Для него это не стало важно. То есть людей важнее, чем удел. И вот видите, как тот родственник, который кажется здесь анонимно, без имен, мы даже не знаем, кто он. Людей уже давным-давно забыли от него. Его удела уже нет. А вот в духовном плане удела, наследствие этого ВОЗа мы видим даже родословие написано в Библии. И это во Христе. И что это значит для нас в 21 веке? У нас и тоже постоянно выбор между людьям и вещей, уделом, материализм и так далее. Написано, что когда он отказался, в 8 стихе он снял сапог свой. он снял сапог свой. Согласно закону Моисеева, в 2 законе 25-9 написано, что если человек не будет иметь детей, когда его родственник умеет, тогда это не только вопрос снять сапог, это вопрос и тоже плевать на его лицо. Я читаю в 2 законе 25 главу 7 по 9 что если он будет отказаться, тогда девочка или эта вдова должна приходить к воротам старейшинам и скажет «Евер мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на меня, тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он встанет и скажет «не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его, слог его, и плюнет в лицо его и скажет «Так поступает с человеком, который не созидает дома брату своему». Видите, как они собрались с старейшинами к воротам города, так как мы как раз почитали в Руф 4 главу. Но не написано, что она привала, что написано «Пусть она плюнет в лицо его», и он снимет сапог его. Он снял сапог его с ноги, но она не плюнула в лицо его. Хотя это написано в законе Моисеева. Что мы здесь видим? Видим так, что если человек не то делает, так как тот родственник не то сделал, мы сможем наказать человеку до самого конца. Но я думаю, что лучше делать так, как Груф, так, как ВООЗ. Они так не сделали. Они могли бы делать такой человеку стит, но они так как-то не хотели. Он просто снял сапог и все. Они о том, что ей то есть Груф должна как-то прянут в лицо его написано, что они так не сделали. Итак, у нас чаще всего есть такие возможности иногда в жизни как-то делать человеку стит из-за того, что его поведение было на самом деле ститным. Но это не обязательно значит, что нам должны это делать. Нам по-моему придется лучше всего это не делать. Хотя по закону, даже по закону Божьему это возможно. То есть если мы будем на самом деле ходить с Господом и мы будем регулярно чувствовать Его прощение, Его милость, Его благодать в моем жизни. И так как Он и тоже в своем очереди спасает человеку от стыда. Тогда у нас будет наверное то же самое отношение к людьми, к теме, которые согрешили против нами. И постоянно делать человеку стыду, но как-то по-другому. Оказать милость благодать и благодать до конца. И так они собрали весь народ написан в 11-12 стихе и сказали ему пусть Господ с вами все радовались и закончились конечно очень счастливы тот историй. Что вот Руф и Неумин и Воз они все счастливы и имели такой сын, который от него стал Давид и в конце концов Иисуса. Но помните как эта история начиналась голодом и Иималех и Неумин как-то отошли от Бога жить в Муаве голод был и потом Иималех умер и эти сыновей оба умерли и Руф почему-то решила что она хотела верить в Бога Израильева Неумин решила вернуться они вернули жили так страшно бедно без хлеба помните как она подбирала колосья в поле и случилось не по случайности но от Бога и что она подбирала колосья та часть поля которая принадлежала Возу и получилось что он влюбился с ней и все очень прекрасно закончится но помните как она почувствовала себе первые когда она подбирала колосья в этом поле как язычника вроде не зная еврейский язык как это все сложно зачем я бросил все семьей там муавья и так далее видите как Бог действует через человеческие слабости через греховности даже человека это все чудесно а мы сегодня мы только видим то что есть прямо перед нашими глазами и это иногда плохо то что есть то что случится сегодня наверное плохо и кажется для нас вообще все перспективы надежды а видите у Бога есть план и программ для нас он страшно нас любит и на самом деле хочет чтобы мы будем вообще его и будем жить вечно снизу но у нас осталось 3 минуты если кто хочет добавить использовать пожалуйста я вот хочу сказать по родственнику когда воос пригласил старейшин родственник хотел купить поле но когда нужно было жениться по закону у него сердце дрогнуло я не хочу расстраивать своего дела боос на это не посмотрел в современном Израиле бизнесмен который не служил на военной службе не воевал за Израиль он платит намного больше налоги чем тот который воевал тот который прошел военную службу и сейчас борется за Израиль он платит налоги минимальные и старейшины сказали родственнику они ему что-то сказали но воозу сказали благословен ты от Господа приобретай богатство в Израиле и да славное имя твое будет ему дали зеленый свет во все стороны и все что можно будет приобрести они ему помогут а родственники не сказали ничего ты боялся целую дел это уже твои проблемы духовные волос выбрал духовные родственник выбрал даже имя его не упоминается если человек не упоминается по имени это уже очень плохо аминь спасибо